25 мая состоялось открытие нового еврейского жилого района в Иерусалиме, возведённого на территориях с преобладающим палестинским населением. В день открытия два десятка палестинцев провели митинг напротив нового района. На их плакатах написано «Поселение в Восточном Иерусалиме – преграда для мира» и «Нет ничего святого в захваченном городе». По данным израильских СМИ, застройка началась в конце 90-х на земле, купленной у двух израильских учреждений, которые владели этой землёй больше века. Район под названием Малеза-Итим, расположенный на Масличной горе, рассчитан на 110 семей и вплотную прилегает к палестинскому кварталу Рас-Алямут. Тем временем спикер Кнесета Реувен Ревлин, который принял участие в церемонии открытия, заявил, что столица еврейского государства не может быть разделена. «Иерусалим является единым, не может быть, не должен быть, и невозможно даже думать, что Иерусалим будет вновь разделён». В среду мэр Иерусалима Нирбарк отсказал журналистам, что новый район не находится на спорных территориях. Он также добавил, что эта постройка – лишь часть большого проекта, который в последующие 20 лет подразумевает строительство в Иерусалиме ещё 50 тысяч домов для евреев и палестинцев. Впрочем, палестинцы, которые составляют примерно половину населения Иерусалима, говорят, что Израиль не спешит выдавать им строительные лицензии, в то время как израильские поселения в последнее время только расширялись. Напомним, что в ходе шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал земли Восточного Иерусалима. После этого эти территории были признаны частью неделимой столицы Израиля.